Всем огромный привет и добро пожаловать в видео по такому супер запросу парфюмерный шкаф. Сразу же так небольшой общий обзор я покажу и я сейчас расскажу, что у меня здесь и как. То есть я не расставляю свои ароматы по брендам или еще как-то. Плюс-минус, ну у меня по-разному выглядит вот этот вот художественный беспорядок, но я сейчас вам все расскажу. Для меня здесь все понятно и в общем-то где-то даже, как это называется, систематизировано. Ну давайте начнем. Значит у меня вот здесь вот в этой части находятся те ароматы, которые у меня сейчас находятся в активном использовании. И в общем-то это вот то, что я обновляла, то, что я меняла и всякое такое прочее. Это вот эта полочка. На этой полке у меня ароматы в основном подарки. Это то, что мне присылала Оксана. Есть естественно и мои какие-то парфюмы. Есть то, что я ношу редко, но я все это расскажу. Так, начнем. Ну давайте, вот тут у меня масса всяких таких вот мелких пробирочек. То есть я вам говорила о том, что я многие парфюмы попродавала. Но это не говорит о том, что у меня ничего не осталось из этих парфюмов. Ну вот сам Like It Hot тот же самый. Здесь у меня версии Линтердит в кружевном и в таком обычном варианте. Это всякие там с Лос Черри, Африканский Бал, Роза, Он Роуз, Фредерико Маля. Есть парочка парфюмов от Монталь. Это у меня, кстати, спрашивали, что вам о Монталь нравится. Ну вот у меня есть Чоколад Гриди и Дикие Груши. Вот, кстати, даже вот Леванда, когда все это носится, очень редко. От Маля там Ода Магнолия, маленький пробничек, портрет Леди. Вот, что это? Это, по-моему, Эли Саап, вот этот Ле Парфюм Роял. Что-то здесь уже вот точно не помню. Миниатюрки стоят. Вот это, сейчас вам покажу, Агент-Провокатор. Старые-престарые вот эти вот Сальвадор Дали. Нарцисса Родригес, Фухё, который я люблю. Но это уже к флаконам как бы переходим. Но сейчас вот еще покажу. Да, если говорить о Нарцисса Родригесах, то у меня еще есть вот такое Фухё. Небольшая тридцаточка. Ну, это вот туалетная вода и парфюмерная. Но я больше люблю парфюмерную. Есть у меня еще одна хотелка от Нарцисса Родригеса, но она под вопросом. Версачи Брайт Кристалл миниатюрка. Листовать не буду, она там полная, розовенькая, пахнет. Вроде пока что в норме. Кстати, мне понравился желтый вот этот кристалл, туалетная вода, как он вам. Ну, вот я рассказывала очень часто о том, что я носила вот зимой вот этот вот Монгерлен туалетная вода. Красивый аромат. Тут такая неубойная ваниль и лаванда. Новогодний мой парфюм Сальваторе Феррагамо Амо. Кстати, у них вышел новый фланкер в таком матовом флаконе, совершенно не похожий. Ну, сейчас я немножечко отставила ее. Сейчас у меня вот появился, ну так, забегая вперед, это уже мой подарок на 8 марта. Диора Дикт. Это именно 2014 года версия. Вообще обожаю. Классный, прекрасный аромат. Вот сейчас я его ношу. Ну, он у меня вот буквально недавно появился. Ну, это вот уже как бы к 8 марта. Ну, в общем, уже он у меня есть. Расскажу про него. Наверное, сделаю отдельное видео, потому что все-таки я с этим парфюмом знакома давно. И у меня были самые разные его варианты. Кстати, попродавала я их, но я люблю Адикт в любом случае. Дальше. Бэк ту Перис. Активно носимый, да, мой сейчас парфюм. Я хочу сказать, что вот я продала Дольчевиту, и в какой-то момент я поняла, что что-то в этом парфюме, вот что-то неуловимое, какая-то, знаете, такая вот, тоже какая-то то ли лимонадность, то ли что-то, он другой. Ой, ну тут что-то неуловимое есть такое. Ну, вот это вот мне ближе. Очень его люблю. Он такой, знаете, сладкий, с каким-то немножко лекарственным потоном. Очень комфортный в носке. Вот она в Уманите. Только-только недавно я ее купила, показывала, делала обзор. Обожаю вообще. Вот сейчас зимой я ее тоже начала носить. И это супер весенний для меня аромат. Это вообще моя парфюмерная яма, могу с уверенностью сказать. В общем, классный. Стоит вот у меня, видите, поближе. Ну, здесь вот это остатки Дом Розы. Это Азора от Атар Коллекшн со Сцентурой. Не знаю, не носится этот аромат. Здесь у меня Малинар де Малинар, вот этот зеленый. Вот этот вот из новых флаконов. Зарка Парфам, пурпурная молекула. Давно говорила, что обожаю вот этот аромат. Сейчас я его понюхаю. Ой, классные, классные вот эти черничные ягоды. Вот этот аромат мне присылала Лена из Италии. Не помню, как он называется. Что-то там про тиаре. Обалденные тиаре, такие припудренные. Очень-очень классный, теплый такой, красивый аромат. Так, теперь, что я еще себе поближе подставила. Шансо Тандр я поближе подставила. Думаю, буду сейчас носить. И девятнашку. Ну, не знаю, вот в прошлом году мне очень... Это версия пудре. В прошлом году мне очень в конце февраля захотелось девятнадцатую. Сейчас почему-то вот мне больше хочется в уманите. Ну, на всякий случай, ой, 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 подставила поближе. Так, что еще здесь у меня? Давайте дальше заглядывать в шкаф. Ну, здесь гипноз Ланком. Это подарок от Оксаны. Вообще великолепный парфюм. Надо дать ему тоже, несмотря на такое вот потемнение. Аромат прекрасно пахнет. Не испорченный, не перетяжеленный. Как знаете, бывает с тем же самым аддиктом. Вот старые версии начинают уже тяжелить. Мне это не нравится. В уманите то же самое, если желтый флакон, вернее, желтеет жидкость. Вначале она просто желтеет, потом аромат постепенно начинает уже и портиться. То есть я очень рада. Я уже говорила, что его воспроизводят по новой. И только вот, чтобы розовенькая была свеженькая жидкость, все, больше я не признаю никакие вот эти все. Так, что у нас тут? Палп. Палп Байреда тоже такая инжирная тематика. Вот. Но здесь немножко по-другому все обыграно. Вообще, конечно, в уманите мне закрывает вообще вот эту тему по полной программе. Ну, не знаю, пускай пока я еще... Не могу сказать, что я его прям так очень много носила, но он мне нравился. Ну, это интересный парфюм, хотя мне у Байреда хочется маленький объемчик Flower Heart. Там тоже аромат непростой, но так обыгранной Тобирозе интересно. Я больше нигде не слышала. Вот. Очень-очень интересно. Flower Heart тоже, знаете, такой непростой в носке. И у него специфическое довольно-таки звучание. Поэтому я говорю, что только вот маленький какой-нибудь там travel-форматик. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Пополнится у меня эта коллекция? Нет. Балл тоже бы, наверное, хотел. Но уже думаю, что, скорее всего, тоже в маленьком объеме. То есть целый флакон вряд ли. В Chanel у меня есть классическая парфюмерная вода Cucco Mademoiselle. Это у меня 12-го года, 35 мл. Есть Cucco Mademoiselle Intense. Алюр Сенсуэльный. Когда-то у меня был флакон подарила. Вот взяла отливантик, чисто так, знаете, для воспоминания. Ну, нет, не мое это все дело. Это кристалл Оверт. Здесь у меня вот такие вот полфлакона. Black Opium Nui Blanche. Мне нравится вот эта версия. Она, на мой взгляд, более нежная. Здесь меньше почулей. Ну, в общем, такая вот приятная вариация Black Opium. Здесь Miss Dior Shredda тоже 2012 года. Вот покупала Хлоу и Лену. Вот думаю, весной, может быть, поношу. То есть пока что тоже просто стоит. Так, здесь у меня два ангела. Ангел ликерный 2013 года и шоколадный ангел. Но я про них много рассказывала. У меня есть отдельные видео. Не будем останавливаться. Императрица. Это вот эти вот, я уже говорила, императрица, палп. Это все были вот эти попытки что-то такое в сторону выманить и себе восполнить. Но когда я увидела, что она производится, свеженькая, классненькая, все. То есть вот он. Это я себе покупала тоже по памяти аромат Сиба и Хлоя. Когда-то он мне нравился, но так я его себе и не купила в свое время. Вот за копейки нашла там с рук. Вернула, но поняла, что да, крюшон, да, яблоки такие, как будто как сидор яблочный. Но химозит. Но, тем не менее, пускай будет. Так, что у меня тут дальше? Тоже очень люблю ваниль. Тут вот в Диореадикт ваниль потрясающая, да, с мандариновыми вот этими листьями растертыми. А здесь ваниль с орхидеей. Говорят, что орхидеи не пахнут, но у орхидеи уже давно вывели пахучие сорта. Так что пахнут орхидеи. Поэтому все, все возможно. Так, что у нас тут еще? Диор Пьюр Пойзон. Это тоже у меня флакончик. Это, кстати, тестерный флакон. Тут даже указано его, посмотрите, пирамида, да. Бергамот, Калабри, там, Флёрс Д'Оранж, Мускабланш. В общем, так. Это очень красивый аромат. Ну, у меня уже тестер 2012 года, но он вообще ни капельки не изменился. Не заматерел, знаете, не загрубел, ничего, никак. Так, в общем, красивые неоновые белые цветы. Тоже много о них рассказывала. Лё Пятерочка. Ну, вот этот вот, как бы, как это называется, пассажир. Вот этот вот у меня товарищ. Это просто как дань Пятерке. Потому что Пятерка – это совершенно не мой аромат. И вот здесь, в общем-то, мне нравилось у Пятерки ТВ раньше. Но как-то в один момент я подошла и попробовала эту ТВ по новой, ну, классическую. И я подумала, что, о боже, может быть, тестер испорчен. Но вот здесь всё-таки осовремененная вот эта вся история. И иногда мне хочется вот таких вот альдегидов. Тут какая-то земляничность ощущается. Ну, и вот эти вот Пятерочные альдегиды очень хорошо слышны. Такой вот аромат холодный. Многие его ругают за нестойкость, но мне норм. Я даже хочу сказать, что у меня успевает иногда от него почему-то как-то... Не знаю, иногда бывает прям с первых же пшиков немножко голова даже болит. Вот, может быть, вот альдегиды вот такого Пятерочного плана вообще в целом у меня сложновато восприятие. Но вот это вот для меня самая красивая версия. То есть я её себе поэтому взяла в мою такую небольшую коллекцию. Это маленькое чёрное платье, парфюмерная вода. Тут совсем немножечко осталось. Мы там на пару с мамой его когда-то носили. Она даже, наверное, больше. Очень комплементарный аромат. Тут такая вишня с чёрным чаем. Вот. И есть у меня похожий аромат на него. Точнее, ну, я думаю, что маленькое чёрное платье на него похоже. Это Лолит Олимпика. Ну, вот это самая оригинальная вот эта версия давняя. Здесь лакричник. Но он такой более пудровый, мне кажется. Такой вот. Ну, аромат сказочный. Тяжеловато мне его носить. Но, тем не менее, никуда я его не деваю. Как говорится, пускай будет. Что у меня здесь? Это у меня здесь очень-очень старый флакон. Очень-очень старый флакон. Вообще весь какой-то это у меня как подставка. Булгари Пурфам. Ну, вот это то, что мне не нравится. Сразу же хочу сказать. Когда-то давно был куплен. И так вот он лежит бедненький, как говорится. Так, Эллиан. Эллиан классический у меня есть. Эллиан флора футура. Ну, классику я когда-то любила. Сейчас уже всё. Это для меня тяжёлая такая артериория. Мне нравится туалетная вода у Эллиана. И нравится флора футура. Может быть, даже туалетная вода мне нравится больше. И я, скорее всего, её себе постараюсь купить. Здесь у меня Эллиан. Вот этот красненький фьюжн. Не могу даже вот этот отливан сносить. Здесь у меня Эллиан, который мускусный. Помните, такой вот очень-очень интересный. Вот в этих вот, в серебристом вот этом флаконе. Ну, тоже пока как бы так вот он не носится у меня. Ну, просто это есть. Я могу к этому приложить нос. Амуаж Эпик у меня остатки здесь. Это мне Лена дарила массу там всяких отливантов тоже. Старые отливанты целлофановой ночи и цветов апельсина. Кстати, Майвэй тоже самая Арманик. Классная тубероза земляничная. Туда дальше. Ну, это я себе купила, может быть, как-то, может быть, летом это будет всё. Ну, вообще, мне нравится этот парфюм с ветвилем. Я про него делала, кажется, обзор. Да, я говорила о том, что здесь классная гвоздика. Здесь очень здорово звучит. Мне очень-очень нравится. У лютанца, от лютанца у меня осталась только лишь дева берлинская. Вот эта классная роза. А это у меня старый вариант. Отливанца старым вариантом. Ставим его сюда. Рука немножечко устает. Ну, вот так же у меня там три капельки Люс Сикрет вот этого первого варианта Живанши. Кстати, до сих пор не испортились эти три капли. То есть, какие-то ароматы могут портиться, допустим, если их остаётся мало. Вот как, допустим, в Уманити, мне кажется, он вообще такой аромат. Его покупаешь и надо использовать. Потому что, я ещё раз говорю, что с жёлтыми версиями надо быть очень осторожными. То есть, там не только... Если вот здесь можно более-менее не волноваться, то есть, ну, потемнела ваниль, там, затемнелось это, то вот этот аромат, когда темнеет, то лучше уже как-то так. Ну, не сразу. Через несколько, тоже через, там, может быть, годика три после того, как пожелтел, он уже может и поехать. Вот. Поэтому вот этот, я не знаю, сколько стоит, не едет. Точно так же, как и... Сейчас я вам покажу, что не едет. Это Miracle от Lancome. Сейчас мы его достанем. У меня здесь, кстати, вот я продавала Fade и Interlude. И они у меня вот здесь, пожалуйста, вот в Левантах есть. Но не нашу эти от Леванты тоже. Это я сама делала для себя, но чисто вот на память. То есть, они у меня все равно как ароматы есть. Вот Miracle от Lancome. Ни жидкость не темнеет, ни сам аромат не меняется. То есть, это у меня 2013, по-моему, года. И пахнет точно так же. Кстати, тоже очень комплементарный аромат. Весенний, такой вот с красными ягодками. Ну, такое... Мне он очень шел, видимо, и был такой прямо. Многие напивали комплименты. Здесь у меня крошечная-крошечная миниатюрка. Сейчас достану слоника кинзо. Ну, вот он такой вот он. Прикольненький. Этот аромат для меня достаточно сложный. То есть, я его купила просто... Потому что он стоил... Эта миниатюра стоила 3 копейки. И просто, чтобы вот это было, флакон мне точно не нужен. Но, во-первых, красиво, я считаю. Ну, пускай будет. То есть, ну, вот в таком варианте не ношу. Но иногда могу, знаете, попробовать. А вдруг? А вдруг что-то изменилось? Так. Давайте я его вниз сюда пока переставлю. Что там у меня дальше? Вот это спирта фиорентина торчит из вуманити старенькой. Там вот этот старенький флакон с желтой жидкостью. Здесь у меня дюна. Уже ее сейчас поближе передвину. Это аромат моей молодости. Я носила его в институте. Тоже был очень комплиментарный. Сейчас вот... Даже сейчас бы, наверное, я не знаю, носила бы я его или нет. У меня флакончик 10-го года. Когда жидкость потемнела, вначале она была такая светлая, а сейчас уже стала как винтажная. Вот это вот винтажный от Левант прям первого выпуска. Ну, отличия есть, но, знаете, не катастрофические. И такое ощущение, что она со временем тоже матереет и вот становится ближе вот к этому всему варианту. Вот. Но хотя поначалу мне она казалась более пыльной, что ли, такой вот. Как-то здесь как-то полно... Полноразмерно все это звучало. Ну, вот так. Я там сейчас еще кое-что скажу и по поводу трезора, вот отличий. То есть, все равно эти ароматы все очень узнаваемые. Так, что у меня здесь еще поближе переставим? Дольче Габбана Пурфам. Вот этот аромат прям такая, знаете, милая француженка. Вот. Я его носила в Крыму летом. Здесь маршмеллоу. Он не тяжелый. Он немножечко как бы мускусный. Но он такой очень-очень приятный. Вот стольчик у меня тут осталось. Я покупаю всегда маленькие флакончики, потому что я знаю, что у меня все это... Как-то мне это начинает потом надоедать. И, в общем... Ну, и порой маленькие флаконы. Во-первых, их проще купить. Во-вторых, они как-то всегда смотрятся аккуратнее, что ли. Так. Дона Каран. Нектар Лав. Ну, стоим. Стоим, ждем своего часа. В прошлом году после карантина я, знаете, вот после вот этого заточения, когда нас там всех выпустили, да, и сказали, что все, можно там как-то что-то передвигаться. Хотя я знаю, что не все так это особо соблюдали. Но, в общем, это первый парфюм, который я потесила. И он как-то так совпал вот с серединой мая, что ли. И, в общем, все, я его схватила. Но он хороший, кстати, знаете. И когда я им пользовалась, здесь такие жимолость медовая. Вот прям жимолостью пахнет. И с свежестью, такой чистотой. Когда я его брызгала, у меня, ну, пару раз, у меня даже спрашивали, что это. То есть, парфюм нравится. Так, там у меня клема, но это не те клема, которые прислала Оксана. Это когда-то я очень-очень давно купила за 500 рублей вот эту голландскую версию, которую сейчас иногда показывают и говорят. Не знаю, голландская, не голландская, на ней написано, что Франция. Но она пахнет вообще очень-очень сильно похоже на клема. Стоила она 500 ре. По ней кривотулки там всякие разные ходят. У меня и коробка от нее есть. Но, знаете, когда ты не имеешь вот такой стопроцентной уверенности, когда, допустим, вот в том флаконе, который она мне прислала, то всегда есть такой какой-то вот ну, какой-то непонятный такой осадочек. А так ее хвалили даже те же самые парфманьяки. Говорили, если не хотите покупать вот этот вот кирпич, купите себе вот эту версию, ну, тогда. И типа того радуйтесь. Но у меня, знаете, есть такой вот момент. Мама, кстати, в ней признала клема, в отличие от Диа. Вот, и она говорит, да, но как-то уже это все... Может быть, вот этот вариант пыльноват. Не знаю. Ну, или чуть более сладкий. Но буквально там вот микроны. А так вот клема. Вот. Ну, покупала ради эксперимента, потому что стоило копейки. Потестить было невозможно. Я взяла, думаю, обалдеть. Вот. Но это было давно. Так, здесь эту полку я всю, всю, по-моему, просмотрела. Так, здесь у меня Валентина Аква Флориаль. Тут совсем немножечко... Ну, я не скажу, что совсем немножечко. Тоже до сих пор у меня еще есть этот парфюм. Какой-то там муж дарил мне его. Здесь такие белые цветы и какие-то сладковатые цитрусы, кажется. Делал... Я не помню. То ли Жак Кавалет, то ли Альберто Морилос. То есть... Ну, это не такая тяжелая вариация, как вот все Валентины. Он такой легкий, воздушный, цветочный. Вроде бы... Вроде бы все. Ну, давайте спустимся вниз. Так, что у меня здесь? Здесь у меня в основном подарки. Ну, и... Ну, не только. Ну, вот давайте начнем не с подарка. Это единственный полноценный амуаж, который у меня остался. Это... Вот этот вот фигмент. Я его прям хотела, знаете, так заснять. Думала, сейчас такой красивый флакон будет. Что-то здесь особо и не видно на этом... На этом вот освещении. Какой он красивый. Ну, аромат очень такой специфический. Он мне напомнил Эден Кошарель. Эден был когда-то у моей мамы. Потом я его себе так по памяти купила. Просто вот я вам хочу сказать по поводу Эдена, что все-таки, когда он появился там в конце 90-х, да, то это было одно. И этот аромат красив именно в шлейфе. Когда я его купила через 10 лет, он был абсолютно узнаваемый. Но носить его на себе я не смогла, потому что я ощущала химию, знаете, вот какую-то, которую добавляют вот в порошки. То есть, возможно, аромат остался практически и тот же. Но изменилось восприятие. То есть всё сейчас меняется. И вот эту бытовую химию так ароматизируют, что иной раз духи просто потом начинают на этом фоне проигрывать. То есть мы уже по-другому относимся к этой химии, к этим запахам. Они уже нам не кажутся такими уникальными, такими исключительными. Вот здесь как будто бы взяли вот эту идею эденовскую. Но тут компоненты всё-таки, я считаю, более как бы... Ну, уже вот это прям порошком как бы не назовёшь. Здесь такое интересное и шипровое есть дно. И тут как-то он очень такой сложный, интересный. Я бы тоже про него делала ролик. Но тем не менее носить его порой бывает тяжело. Он вот стоит у меня, знаете, просто как вот такое вот украшение, наверное, коллекции. Не знаю, не хочу я с ним как-то расставаться, несмотря на то, что вот я его нюхаю. Я думаю, что я его буду носить. Летом я его надевала просто пару раз. Ну, просто я, знаете, такой человек, я более лёгкий. А это всё-таки аромат такой потяжелее. Так, что дальше? Дальше чёрная орхидея, но её носит мой муж. Дальше это вот самое, что у меня есть. Настоящие клемма 97-го года. Флакончик. Это подарок Оксаны. Это у меня Диор, как поизон. Сейчас достану, то там сюда такая позор. Ну, вот скажу ещё пару слов о поизон. Классический поизон. Вот. У меня флакончик 10-го года. Там, в общем, ругали, ругали. Там тогда, в 10-м же году была вот эта переформулировка. Начали ругать, что вот, всё не то. Но я вам хочу сказать, я уже рассказывала. У меня был в таком вовальном флаконе, я покупала специально поизон 89-го, по-моему, года. Чуть более ягодный. Всё остальное, всё на месте. Вот у этого аромата только тот чуть-чуть более ягодный. И даже вот этот был более стойкий. То есть, не всегда винтаж стойчий. То есть, всё равно они теряют какие-то, могут терять свои технические характеристики. Но, в общем-то, мне не нравилось у того аромата то, что там завонялся. Вот этот вот. То есть, сам парфюм пах хорошо, а вот это место завонялось, знаете, как плесенью пахло. И мне было не очень приятно этим пользоваться. Хотя, с самого парфюма, вот когда на себя набрызгиваешь, что, ну, как бы не пахло. Ну, вот что касается самого запаха, то эту версию нельзя 10-го года назвать, что она там фубями. И он, кстати, был неплох, вот вплоть до последнего выпуска. Ну, вот я пробовала версию 19-го, 19-го года. Вот это реально, вот из той же серии, что сказать, что это уже не пользен, потому что там какие-то аромопалочки. То есть, там уже вообще ничего не осталось. Но если этот, это оно, то уже совсем не оно. Так, ну, сюда я его поставлю. А, здесь я ещё не показала. Это Песси, он, в общем, от Ламур. Такой вот аромат от Ифраше, когда там дарили, не помню. Маме моей, мама мне отдала. В общем, ну, такой ягодный, ягодный компотик там. Сплэшевый флакончик. Так, тоже, кстати, не портится, хотя вот он давно стоит и сплэш. Что здесь? Давайте смотреть. Ну, пользуяна ещё у меня Миднайт. Миднайт Эликсир. Кстати, покажу вам. От Эликсира коробузьку специально так вот подготовила. Такая, вот знаете, коробочка тут. Интересно. Она у меня в этой коробке сохранится. Просто я некоторые парфюмы достану. И там вот эта вот, вся вот эта вот штукенция. Ну, красивый аромат почульства. Ну, знаете, стоит у меня, потому что вот это вообще первый флакон, который я купила в коллекцию. Ну, и, в общем, они так парочкой. Гипнотик Пойзон, это версия 2010 года, но уже вот когда её тоже переформулировали, еле-еле от тридцатки половинку я сносила. То есть, это, знаете, это уже тут больше парфюмы такие вот прошлого. Но они есть. Вот, пожалуйста, Трезор. Трезор. Это 1994 год парфюмерная вода. Вот Оксана мне присылала вот такой вот. А это от Левант из современного самого, что ни на есть, вот последних выпусков Трезора. Аромат абсолютно узнаваемый. У них отличаются верха. Вот этот верх немножко, знаете, такой уж слишком персиковый. Потому что Трезор я носила... И причём, знаете, как бы немножко с таким вот оттенком. Оттенком немножко... Ну, такого оттенка не было у духов. Уже чуть-чуть как бы... Потом он развеивается, и... Ну, это тот же самый Трезор, понимаете? То есть, говорить о том, что этот аромат вообще неузнаваемый там или какой-то... Потому что винтажи всё равно, даже если он сохранен, он всё равно со временем матереет. Там какие-то ноты как бы усиливаются. Что-то, наоборот, как-то теряется. То есть, всё равно это живая как бы субстанция. И считать, что аромат прямо остался первозданным, нельзя. Но общую как бы основную... Не то чтобы нить даже, а просто основной костяк, да, позвоночник этого аромата, то есть, основные все части, они все идентичны, всё равно. И современный Трезор, он чуть более... Он на старте другой. Вот. А потом они выравниваются. То есть, ну, вот так. Такой вот момент. Здесь более такие густые персики получаются. Те, кто говорит, нет, вообще не похож. Он похож и очень сильно похож. То есть, этот аромат не надо нюхать. Вот три секунды понюхала там и бросила блотер. Он в раскрытии. Это всё то же самое. Просто верха разные. Но я ещё раз говорю, что верха у винтажика могут немножечко и подизмениться. Но как бы с другой стороны, даже если его слегка, ну, как бы так осветлили, да, не обмолодили, а просто освежили, это ему на пользу. Вот всё, что-то всё меняется. Но сказать, что это разные парфюмы этого. Ода Шалемар, ну, это уже вот такие остатки. Оксана мне прислала более такую вот. Это тоже Ода Шалемар. Ну, и мне казалось, что мой тоже уже Ода Шалемар немножко того. Видите, как он потемнел. Да, но я так потом поняла, что да нет, ничего, всё нормально с ним. Здесь такие ванильные ирисы со смолами вот этими шалемарными. С бергамотом немножечко. И Шалемар в таком плоскопопом флаконе. Здесь аромат такой более цитрусово-бергамотовый на старте, но потом он становится Шалемарным. Вот тут, благодаря Оксане, у меня целая, сейчас ещё вот ГОСТ, целая компания вот этих вот ангелов шикарных, просто шикарных. Плохо видно, да? Так, ну вот этот ангел, я считаю, он просто потрясающий. Это вот этот вот Суперстар 2008, Мюглер Палас коллекция, красивенный. Вот это очень редкая такая вот лимитка 2002 года. Старбёрн, по-моему ли, Бёрн Стар. Ну, короче, рождение звезды. То есть он такой из ледяной глыбы. Это всё концентрация чистой духи. И там, и там. Вот здесь, ну, я показывала эти лимитки. Здесь парфюмерная вода в зеркальце. Вот эти вот два ангела я тоже вам показывала. Это у меня сахарный ангел. Ну, тут буквально, вот, я не знаю, на понюшку. Но я флакон очень красивый, не собираюсь никуда не выбрасывать, ничего. Не хочу. Так, есть у меня ещё Шалемар. Вот этот инишил, инициаль. Немножечко остаточек. Так, здесь Оксана мне дарила Интружен Оскар де Лорента. Знаете, я поначалу подумала, что это что-то в стиле, какая-то такая смесь из семьяки, вот эти вот люди с серией, как у мадмуазель. Но потом это оказалось совершенно такой самостоятельный аромат. Он с перчиком такой, вы знаете, перчёный, свежий, обудранные ветки, какой-то перец интересный. Ну, то есть обудранные ветки ивы, знаете, такое вот ощущение, плюс перчик. Инсоленцы. Инсоленцы у меня тоже Оксаны на подарке. Это парфюмерная вода, супер такая фиалковая пудра. А это инсоленс глиссе. Здесь добавлено зелёное яблоко к вот этим вот фиалкам. И, знаете, такое более нежное звучание. Ну, тоже инсоленсом вот этим вот пахнет основной, основной такой вот тяжеловастенькой ноткой. Кто-то сравнивает его с запахом пудры метеоритов. Ну, в любом случае, это же герлен, то есть что-то, да, есть такое. Но, может быть, чуть ярче, чем метеориты. Так. Ещё продолжая тему герлен. У меня тут, кстати, много герлена. Линстан. Недавно показывал парфюмерная вода. Идиль. Немножечко остатки тоже парфюмерная вода. Такой проглаженный ландыш. Это Жадор. Туалетная вода со сладкими цитрусами. Это Москина. Light Clouds. Знаете, запах такого с высушенного на морозе свежего белья. Но вначале пахнет каким-то вот как растворитель. Потом, в общем, надо переждать вот эту стадию. Плэжа. Эстеллаудер. Куда-то крышка задевалась. Не люблю этот аромат, но лежит. Так. Это Sony Rakel. Здесь пахнет кедром. Аромат такой свежак. Знаете, вот конкретно свежак в стиле конца 90-х, наверное. Это Toccat. Тоже Оксана мне прислала Toccat. Здесь потрясающая ваниль. Такая алкогольная, пьяненькая. И роза. Это Versace Versace. Ну, здесь зеленый такой свежий кардамон. И какие-то лотосы. И много-много свежего воздуха и воды. Вот. Что еще я не показала? Вот Лена мне присылала. Вот здесь вот так называется. Даже не знаю сейчас. Вот. Вот этот вот парфюм. Ну, там мини. Точно премьерная фига артизана. Здесь у меня буквально вот целая батарея Toccat от Levante. Которые я потихонечку все никак не расскажу. То есть буду рассказывать. Здесь есть прямо такие Gucci. Сейчас вам покажу, что... Ну, в общем, Серлю Танс. Про теорему я уже сказала. Kingdom, McQueen, Gucci Rushman, Accentie, Gucci Eau de Parfum от коричневой. Буду рассказывать про них. Ну, это Chloe Innocence. Так, что у нас тут? Мурмуру рассказала. Фиджи, Винтаж, Туалетная вода. Так, это Lutans. Там Эскадо Магнетизм рассказывала. Так, теорема. Green Lover. Что еще? Крестобаль Balenciaga. Jean-Paul Gaultier. Fleur d'Omal. Что тут такое? Это у меня там вообще на понюшку опиум. Опиум классический, туалетная вода. Это у меня вот эти дюмантены там. Вот в этих вот мини-объемах. И на закуску, что я вам хочу показать. Вот этот вот Gucci Gilles. Вот этот вот Gucci Gilles. Покупала я его на распродаже в L'Etoile в конце ноября. Уже купите у меня его кто-нибудь. Я его выставляю постоянно на продажу. Там по цене ниже вот этих всех. Я им пользовалась буквально два раза. Они идут не под самые плечики налитые. То есть это не столько отпользовано. Просто он действительно вот так вот идет. 30 миллилитров. Вот. Поэтому не подходит мне этот аромат. Он, конечно, хороший. Он пахнет сиренью. Он очень здорово похож на вот эту новую лимитку, которая вышла там. М, М, Эль, там, траля-ля. Только она стоит 5 тысяч. Не знаю. Мне кажется, можно вот это купить. И будет классно. Вот он этот парфюм. Короче, вот такие вот дела. Если кому-то интересно, покупайте в конце. Да. И вот еще один аромат, который я не осветила. Это Гост. А, кстати, где же от него? Там еще я не принесла. Оксана мне еще один отливан давала. Гост Дипнайт. Но это парфюм конкретно, знаете, вот такие 2000-е. Тоже конец. Ну, по-моему, 2000-е. Он в начале 2000-х, по-моему, был сделан. Мне сложно о нем рассказывать. Даже второй его, вот этот вот, версия в белом полумесяце, она для меня более понятна, чем вот эта версия. Поэтому как-то вот надо мне собраться. То есть мне сложно его описывать. Но я вам хочу сказать, что аромат в любом случае не орущий. То есть вот эта вот химия 90-х, она как бы в начале очень яркая, или там 2000-х, она в начале очень яркая, а потом все это так присаживается. Сейчас ароматы гораздо более стойкие, диффузные, знаете, вот такие вот, въедаются, не то, что их потом не отдерешь там, не отмоешь сутками. Вот это все гораздо более спокойно. Но, в общем, буду еще разнашивать и постараюсь рассказать. Ну вот, заканчивая на вот этом художественном, так сказать, беспорядке, могу сказать, что оставляйте комментарии, вот что вы там думаете обо всем об этом. Всегда рада почитать. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Продолжение следует...